30-40, вот сейчас уже 25, да, мы, в общем, где-то там, около знака, сейчас помрём. Вот это мы приехали, конечно. Я вам, конечно, добрый вечер. Народ, всем привет, мы сегодня в этот ясный день собрались, не знаю где, на заправке, не просто так. У нас есть две красные машины, наша любимая Гранта без тормозов и подушек безопасности, которую мы с тобой покупали в Тольяте в прошлом году. И Zikar 001, который я взял в кредит электрический, и сегодня мы поедем куда? В Казань, по новой трассе М12, которую завалило снегом, вот так это всё выглядит. Да, поточки, конечно, такие стрёмные, поэтому уже кажется, что это безрассудное решение. Но у нас гонка, и кто первый приедет в Казань, получит что? Супербокс. Но что внутри? Мы не знаем. Мы узнаем только в Казани. Собственно, кто первый приедет, ты так прав. Без тормозов, на электричестве, что же сегодня победит? Ну, поехали проверять. Да, безрассудие и отвага. Дебилизм, поехали. Забери бокс. Спасибо. Я даже чуть-чуть себя чувствую. Здрасте, пятый до полного, пожалуйста. Короче, блютуз ключа ещё нет, есть карточка. И у тебя вроде как бы, ну, вообще должен быть бесключевой доступ, но у тебя его нет. Поэтому вот так лезется в правый храман. Её довезти, б***ь. Всё, получилось, реально. Ну что, время 11.40 в Москве. Мы выезжаем в Казань. Наша первая точка будет в Муроме. Пацаны перед нами. Мы прям строим, дружно едем. Едем там, ребята будут заправляться, ещё останавливаться по пути. Нам это абсолютно не нужно. Бензина у нас много. В принципе, я думаю, что мы эту гонку можем даже выиграть, потому что, ну, ещё раз, мы не тратим время на зарядку, да. Мы тратим время только на выживание. Так, наш запас хода сейчас 375 километров, но мы зарядились всего на 85, потому что, во-первых, почему-то отрыгнула станция, во-вторых, приехали люди, говорят, дайте зарядиться, пожалуйста, а мы что, мы только за. Но я думаю, что мы всё равно выиграем, потому что у нас нет шансов не победить. Мы едем в счастье. Обязательно должна быть техничка Тойота. Вот вы даже не заметили, скорее всего, а мы это видео снимаем на iPhone 15 Pro и Pro Max. Зашлите нам вот такую вот красоту. Давай, не стесняйся, я подумал, а что будет, если мы снимем целый ролик на айфоны? Проблема в том, что нам нужно много айфонов, потому что мы используем много камер. В нашем случае раньше это были Panasonic, GH4, GH5, разные модификации, сейчас это будут айфоны. Но вот прикол, даже если ты хочешь снять тупо на айфончике, это всё равно вот 4 модели за там полмульта денег, потому что айфоны айфонами, но этого самого по себе недостаточно. Вот такая вот универсальная клеточка нужна, потому что хочешь подкинуть всевозможные дополнительные аксессуары в случае звука или ещё чего-то, потому что самая большая проблема айфона в том, что он хреново пишет звук, особенно на удалении. Да, если ты снимаешь сам себя, селфи, то всё, то это не проблема, если ты снимаешь других людей, то извините, поэтому здесь уж без, так сказать, страданий мы используем цифровые петли. В общем-то, посмотрим, что получится. Всем зикар хорош, но вот что происходит, когда машины делают люди без опыта, значит, хотим немножко смыть вот эту грязь с окна. Во-первых, собственно, форсунки в дворниках такое-се, а во-вторых, зачем делать дренажи и прочее, когда вода течёт прямо вот по стеклу, гениальное вообще решение, эргономичное, аэродинамичное. И главное, чем больше, тем больше. И через какое-то время у тебя всё стекло вот здесь вот засрано грязной водой. Мы тем временем выехали из Москвы, уже едем по МСД, скоро попадём на платную трассу. Пока дорога хорошая, пока погода ясная, приятная. Валя, конечно, там уже, мне кажется, учасал вперёд, но реально будем экономить время. Единственное, надеюсь, что на заправке не будет очереди, потому что М12 сейчас переживает реально очень тяжёлые времена. Погода плохая, инфраструктура ещё не полностью отлажена и готова к тому, чтобы вот так вот путешествовать, особенно на кранте. М12 Восток! Восток дело тонкое! Во-первых, мы едем на автопилоте. Я включил себе массажик. У нас есть большой экран, а значит, мы сможем сейчас всячески себя развлекать в дороге. Показывает неприятные 9 часов. Мы уже отъехали километров 30-40 от Москвы. Это, конечно, печально, но вообще в целом я планирую буквально за пару зарядок раскидаться. Но, помимо всего прочего, мы ещё и узнаем, что же всё-таки в современном мире лучше. С дискомфортом, но быстро, либо с комфортом, но долго. Вот, собственно, и поймём, кто как. Ну, интересно, чем там, собственно, сейчас Арсений занимается. Ой, Валь, наверное, там сейчас будет пытаться тем, что у него кино можно смотреть, в зикаре его на большом экране. У нас можно смотреть то, как мы покупали Гранту в Тоглияте. У нас есть YouTube, у нас есть Кинопап, у нас есть Яндекс.Музыка. Все вообще приложения, и всё это работает прямо на ходу. Очень безопасно. Потому что безопасности в этой машине нет, в принципе. Но зато будет весело. Короче, если пелится в телефон, машина начинает нервничать. Со словами, да ты заколебаль. Я тоже начинаю нервничать. Да? Ну что, отъехали мы немножко, и у нас кончилась омывайка. Я открываю капот с ужасом, потому что вспоминаю, почему у нас кончилась омывайка по пути, когда мы эту ласточку забирали из Тоглияте. А, мы думали, а что омывайки нет? Наверное, её не залили. Ты, сучка, рез. Надеюсь, что там, ну, вроде не обоссалась. Омывайка сейчас сделал такое, потому что постоянно летит всё на стекло. Ну, кстати, дорога пока норм. Ну, типа, едем вообще спокойно. Причём едем, тут можно 110 плюс 20, как обычно, да? И машина стоит нормально. Вообще пока никаких претензий. О, это система защиты от грабителей. Встроенная автовазовская. У него багажник сам закрывается. У меня по кнопке. А тут сам. Путешествие на электрическом автомобиле – это про комфорт, про кайф. И, кстати, говоря о Зикре, мы едем 120, и, вы знаете, ну, подвеска – полный кайф. Шумоизоляция тоже вполне. То есть, в этом смысле, вот для таких поездок эта машина очень годится. Жалко, что, ну, пока ещё инфраструктура не полностью укомплектована. Но, в целом, если по трассе М12 каждые 200-300 километров будет зарядка, то этого достаточно, чтобы на электрическом автомобиле доехать до Казани. Без проблем. В принципе, как это можно сейчас реализовать по трассе М11 в Питер. Такая прям шишня у меня на лбу теперь. Очень красивая. Но ничего. Главное, чтобы это была единственная травма. За всю нашу дорогу. Едем в пределах скоростных ограничений. Уверена. Машина стоит на дороге хорошо. Я не чувствую никакой пока ещё опасности, кроме багажника. В целом, да что это тачка-то тачка. Реально, она управляется. Она на такой дороге мягкая. Нам всем комфортно вполне. Я вообще вот такой здоровый слоняра сижу здесь. С кайфом. Мне прекрасно. Валя прислал мне видос, как он едет на автопилоте. Говорит, а тебе как там? Показываю. Вот. Тоже автопилотирование своего рода, инновационное совершенно, сделанное в прямом смысле на коленке. Вам не советую, не рекомендую даже на машине с АБС. Ну, кстати, да, давайте так. Я напомню вам о том, что эта кранта непростая. Эта кранта антикризисная. Чего не работает? То есть работает гуток, что ли? Подушек здесь нет безопасности. Единственная подушка вот такая у нас здесь предусмотрена. Системы стабилизации и, соответственно, нормального торможения тоже отсутствуют. Единственное, на что здесь можно полагаться, это на... Подожди, сейчас. Вообще отлично. Все, вот теперь это полностью готовая к поездке по зимней, аварийной, тяжелой, заснеженной трассе М-12. Прямо сейчас у нас 74% заряда. 324 километра показывает нам бортовой компьютер. Причем это динамический ход. Если взять номинальную мощность, то 457 километров. Что, в принципе, очень уверенно. То есть мы вообще за один прыжок должны до Мурома долететь. Но вы знаете, какое первое правило путешествия на электромобиле? Заряжайся везде, где только можно. И впереди, через 100 с лишним километров, нас ждет Лукоил огромный. И это, по-моему, единственная кайфовая заправка прямо сейчас на этой дороге. Соответственно, там мы тоже зарядимся. Потом в Муроме. Потом еще где-то. И в целом вот мы приехали в Казань. По моим расчетам, ну, хочется, чтобы мы хотя бы к полуночи долетели. Но я думаю, что, конечно, будет дольше. Вот, вот, понимаешь, написано. Смотри, зарядка, зарядка. Все есть. Можно выгуливать собак, выгуливать детей. Вот, видишь, человек с огромным членом нарисован. А где зарядка-то? Судя по карте, вот где-то здесь, рядом с инвалидами, должна быть электрическая зарядка. Но ее даже не начали делать. Ну, ладно. Надеюсь, мы доедем до Мурома. Осталось ехать порядка 150 километров, а Зикр показывает 157 километров хода. Мне уже нравится путешествовать на электрических машинах. Как хатика такой. Стоишь и думаешь, ну, может, она где-то вот тут. Может, мы ее просто не видим. Где моя зарядка, ***? У меня только одно смущает. Почему Гранд едет в Зикре, а не в Гранте? Вот мы сделали как положено. Мы посадили талисманы сюда, в Владу. Влада едет в Ладе. Да? Причем тебя же так зовут Влада, а ты не Владислава. Поэтому все честно. Влада едет в Ладе. А почему Гранд не в Гранте? Была бы Влада в Ладе, Гранд в Гранте. Шумки нет только в этой машине. Нам приходится общаться достаточно громко. То есть где-то 110 и выше скорость. Все, уже, конечно, ветер сдувает и мешает общаться. Но, слава богу, что пакового нет сегодня. Нас не сдувает, не качает. Стоим на дороге уверенно. Зимняя резина на шипах. Все хорошо. Вот. Так что, едем. Итак, после факапа с зарядкой на лукойле, что мы имеем? У нас до Мурома, где зарядка, я надеюсь, все-таки есть. Ехать 139 километров. А запас хода у нас на 141. Хорошо, что с нами есть Тойота. Техничка. Которую мы сейчас попросим. Дядя Леша, а можешь ли ты встать перед нами, создавая воздушный мешок, чтобы мы, разрезая пространство, смогли доехать до Мурома? А вообще запросто? Ну вот и я. А мы можем ехать не 65 километров в час по платной террасе? Можем 100 ехать. Так поедем же. Мы едем, и что вы думаете, кого видим? Сикр. Сикр. Вот он. Это телега китайская. Она же не может ехать быстро. Технически может. Но здесь это тупо, потому что каждый такой момент ускорения, это минус 15 минут на заряд. Ну что? Нормально все. Давай. Идея с воздушным мешком потерпела крах, но был обнаружен режим движения ЭКО, и он как будто докинул нам 20 километров хода, и это ровно то, что нам не хватало. Поэтому прямо сейчас мы как будто бы прям доезжаем до Мурома и молимся на то, чтобы там работала зарядка, потому что если это не так, то хана. На 100 километрах от Мурома, от точки, где мы с Валей должны встретиться, чтобы он заправился, а мы помахали ему рукой, мы остановились на заправочке попить кофе, потому что, как я и сказал, Валя еще где-то далеко за нами плетется. И вот мы читали все эти новости про огромные часовые, двухчасовые очереди, про заснеженность и так далее, но есть ощущение, что пока пацаны на М12 с этой катастрофой справились. Мы даже машину заправлять не стали, просто едем на том же самом баке, дальше по чистой, слава богу, дороге. Ну что ж, у нас осталось 3% заряда. Что-то пока не получается, да? 17 километров хода, и машина умирает на глазах, она уже больше 50 просто не хочет ехать. Но это мы в горочку. Люха говорит, можем подтолкнуть, в принципе, нам ничего не мешает. У тебя морда защищена пленочкой? Вот зря, так бы мог и подтолкнуть. Давай, Зикар! Ну что, время 15 часов 11 минут. Мы в Муроме, в который заехали исключительно для того, чтобы изначально посмотреть на пацанов, заряжающихся вот ровно на этом месте. Но мощь китайского Зикра оказалась несопоставима с мощью русской отечественной Гранты, так сказать, да? Сейчас Вале позвоним, узнаем, вообще жив он там или нет, уже у них происходит, если связь есть. В общем, как будто бы расход выше, чем должен быть, потому что нас уже эвакуатор нашапканяет. А, все, у нас пропал и заряд, и запас. Мы не знаем, сколько осталось. Блин, мы останавливаемся вообще. Мы медленно, но останавливаемся. Я хотел включить аварийку, но она жрет энергию, поэтому мы не будем это делать. Не знаю, но мы катимся. А, все, он перестал показывать и проценты заряд, и, походу, медленно погибает. Но мы прям капитально не доезжаем. Связи, к сожалению, пока нет. С Валентином, может, у него и телефон сел, зарядительного не может, потому что последняя инфа, которую мы получили в чатике, 4% оставалось у Вали на Зикре. Несмотря на то, что мы по платной дороге едем 43 километра, мы хотя бы едем. Машина перестала уже вообще подавать какие-либо сигналы со словами «дальше сам». 30-40, вот сейчас уже 25. Да, мы, в общем, где-то там, около знака, еще помрем. Ну, есть две новости, типа, хорошие и не очень. Так. А, хорошие мы живые. Вторая. А плохая нас в***** достаточно сильно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, раз вы живы, у меня для вас есть уже ненужная вам новость зарядка работает в Муроме. Зарядка работает. Слушай, ну, дитейская Зикра, я думаю, даже можно починить, хотя ему тут заживало, конечно, неприятное крыло. Как ни битый, ни крашеный, его продать вряд ли получится. Слушай, ну, какие планы-то у вас? Садимся в крузак и едем до Казани. Я не хотел такой победы, знаете. Мы и так бы выиграли Зикр, вообще без каких-либо проблем. Единственная хорошая новость для всех, кто нас смотрит и доедет до Муром на своем электромобиле, это вот что посреди вот этого снега, сюрреализм такой. Стоит зарядка рабочая с тремя разъемами, быстрая, классная, но, к сожалению, Вале она больше не понадобится. Мы выехали из Мурома, продолжаем движение до прибытия в Казань. Уважаемые пассажиры, осталось 6 часов 10 минут. Это, учитывая, что последние 150 плюс километров, к сожалению, не успели расчистить. И мы всю ночь просто молились на то, что рабочие дорожные службы успеют это сделать, но там столько снега навалило, что эта задача оказалась непосильной. На всякий случай мы оставляем изображение на дисплее нашей Лады Гранты о благополучии в пути, потому что этого благополучия нам очень много надо. Время без 10 и 5, мы проехали ровно половину пути, впереди 410 километров, но могло быть меньше. Мы в прямом эфире мониторим наши навигаторы, смотрим за ситуацией, но пока все равно вот эти последние пару сотен километров Яндекс.Карты ведут в обход платной дороги. К сожалению, нам придется с нее свернуть где-то под Канашом. Ну, ситуация следующая. Мы едем посреди ночи за бортом минус 18, и машина после того, как мы 10 минут попили кофе, остыла настолько, что у нее упала температура масла, и она орет датчиком. И, соответственно, движок у нас остыл тоже так, что мы даже не можем включить печь. Отогреть стекла невозможно, видно ничего, в салоне холодно, мы сидим в шапках, в куртках, и если вы спросите, а что ты так бесишься? Ребят, вы должны понимать всю опасность. Я сейчас на полном серьезе. Мы в колеснице без подушек, без системы стабилизации, соответственно, нормальных тормозов, едем в обледенении вообще по скоростной автомагистрали, в ужасных погодных условиях, по скользкой дороге, и эта говнина еще и не греет салон. Греет салон только мое очко сейчас пылающее. Я как бы понимал, что мы творим как бы дичь, но чтобы настолько... За бортом минус 18, не самая лютая русская зима. Но с этой не самой русской лютой зимой наша Лада Гранта, к сожалению, не справляется. Я очень люблю АвтоВАЗ. Я снимаю про их машины видосы, я с ними дружу, я действительно все понимаю, готов был войти в любое положение, но сейчас я вам точно могу сказать и повторить свою мысль, когда мы эту тачку везли по хорошей дороге летом, но все равно аккуратно. Не покупайте такие машины для того, чтобы ездить по современным русским дорогам. Въезд, пожалуйста, вот на этом выезжать просто опасно. Мы наконец-то добрались до хоть какой-то остановки, потому что пока на М12, ну это издержки, которые, к сожалению, не натыкано стоянок, мало заправок именно в средней части трассы, таких больших. Это, по сути, заправка. Проблема в том, что в этом мини-маркете лукоиловском ничего нет, кроме двух бутылок омывайки. Нам надо дозалить антифриз, я так чувствую. Может быть, это сработает хотя бы на ближайшие час поездки до следующей заправки. Мы не то чтобы прямо коченели здесь, но, конечно, ехать так категорически неприятно. Вот просто на нейтрале машинка разогрелась. Кто-то считает проценты зарядки, мы считаем температуру масла в двигателе. Итак, мы приблизились к концу нашего богатого пути. Платная дорога М12 заканчивается прямо здесь. Да, там прям мигалки, гаишники и перекрытия. Поэтому мы принимаем решение свернуть М12 на бесплатную дорогу, которая вот такая, похожа на туннель снежный. Нас ждет впереди ледяная переправа. Именно за этим вам стоит смотреть видос дальше. Ну а вот тут рабочие дяденьки. И стараются разгребать вот этот вот наш замечательный бесплатный участок. Вот такая ситуация. Здесь все в снегу. Так, после какого-то апокалипсиса, значит, что ехать мы здесь будем с ограничением 90. Быстрее у нас, в принципе, не получится. Наша Гранта уже все. Она, в принципе, готова доживать свои последние два часа в наших руках по темноте. Выключи свет, пожалуйста. Просто смотри. Просто вот. Все. И ни одного фонаря. Только фары встречных машин. Такое ощущение, что никакая ледовая переправа там сейчас не работает. Там ездят трактора прям по реке. Они чистят дорогу. Там оплата безналичная. Точнее, наличными только. Потому что на табличке, так и написано, отсутствует стабильное подключение к интернету. Судя по сугробам, которые перешла к Баумаме там, ни хрена мы там не проедем. Мы построили новый маршрут. Нам показывает 54 минуты. Я не сдаюсь. Поедем по бесплатной дороге через мост. Потому что по платке дольше. Прибытие написано в 0041. К сожалению, мой личный челлендж провален. Прибыть день в день. Едем дольше. Но у нас сегодня просто день испытаний. Все, мы на финишной прямой. Вот в буквальном смысле. Мы сейчас проезжаем мост. И, в принципе, мы уже у отеля. В Казани 35 минут первого. Мы приехали в отель. Уже сидим. Все. Пацанов, получается, опередили. Радости от этого немножко. Потому что все смешивается с событиями. Плюс с усталостью. Все-таки вот это вот на протяжении, по сути, 12 часов пути. Это не самая легкая задача в жизни. Ну все. Сейчас ждем пацанов. Увидимся с ними. И будем отмечать приезд в славный город Казань. В котором у нас еще дофигодел. Мы приехали в отель. Короче, мы бы не доехали на электрической тяге, потому что мы об этом думали. У вас же негде заряжаться. У вас же негде было заряжаться, в принципе. Мы с утра приехали только. Так что, как будто мы даже ускорились. Поджопник вам хороший. Немножко. Ну вы целы, в порядке, все живы, все хорошо. Ну ладно, все, пойдемте спать тогда. А мы уже в Москве. Как-то так получилось, что на следующий день не было ни желания, ни времени. И то, что произошло, давайте обсудим здесь, сидя на кухне. Машина уехала в Штутгарт-гараж на эвакуаторе, понятное дело, в тот же день. И сейчас предстоит, наверное, дефектовка. Понять, что же с ней в итоге и произошло. Достаточно сильно деформировано заднее правое крыло. Это не так больно, потому что у электрических автомобилей, как вы понимаете, проблемы могут возникнуть там, где находится порт зарядки и вот это все. Вообще, для электрического автомобиля, в отличие от классического бензинового, удар в зад страшнее, чем удар в морду. Потому что спереди у него никаких особо ценных деталей нет. Точно задело пневму, машина упала на морду. По моим прикидкам, нам на много миллионов рублей. То есть так вроде ничего особенного, да, там бамперуля, дверь, крыло, та-та-та. Ну и, конечно, обидно, что на 1300 с хреном километров машина уже попала в ДТП и все очень печально грустно. Поэтому у нас два пути. Вы вообще могли обратить внимание, что непосредственно там, на трассе, я не сильно расстроился. Потому что, во-первых, у меня есть профдеформация, я сумасшедший блогер. И я такой, о, контент сам приехал мне взад. И второе, это то, что она застрахована. Поскольку она была кредитная, я купил ее в Альфа-банке в кредит. Оказалось, что каска, которой нужно при оформлении кредита, очень пригодилась. Страховая премия 7 миллионов рублей. И, грубо говоря, если машину признают тоталом, то она будет просто, ну, дальше. Меня судьба не сильно интересует. Возвращена стоимость, и я могу себе купить либо еще один Zikr, либо Лисян какой-нибудь L9, либо еще на какие-то полезные штуки потратить. Для меня самым важным моментом во всей этой истории было то, что ни я, ни грант-оператор, который сидел рядом со мной, сильно не пострадали. Понятил, что прилетел в спину. И на следующий день мы снимали дроп-тест iPhone 15 Pro Max versus Galaxy S24 Ultra. И многие обратили внимание, что в комментариях писали, типа, уже настолько зажался, что согнуться не может. Не, братцы, еще не настолько. Согнуться я не могу, потому что у меня болит спина. Но еще шея. И очень круто, что ребята, которые в нас въехали, а их было трое в машине, тоже не пострадали. Для меня это было удивительно. Если кто не обратил внимания, в нас влетела Hyundai Santa Fe. Боком сработали подушки. В общем, современные тачки в целом действительно настолько уже имеют хорошую активную безопасность, что даже при таком ДТП, ну, достаточно серьезно. Можно выйти из машины, сказать, да б***ь, и пойти, в общем-то, дальше решать все вопросы, но при этом будучи на своих ногах и с нормальной адекватной головой. Но, смотрите, меня чего в этой ситуации огорчило. Машина начала разряжаться абсолютно непредсказуемо, никак не сказав вообще, что происходит. То есть она начала терять мощность, соответственно, и ехать с меньшей скоростью. И проблема в том, что на таких трассах, как М11, М12, есть, конечно же, и кармашки для отдыха, и съезды, и заправки, и все вот эти вещи. Но они не так часто бывают. И спрогнозировать, что вот ровно на участке в несколько десятков километров не будет вообще никакого съезда, достаточно сложно. Поэтому мы катились как могли, пытались съехать с дороги, но при этом у нас просто не было на это физической возможности. Поэтому мы что? Мы правильно попросили Land Cruiser, который выступал технической машиной, закрыть нас в том числе от людей, которые летят сзади. Потому что большая черная машина, на аварийке ее должно быть видно. И думали, что как только остановимся, подкинемся на трос, и нас эвакуационно подтянут к ближайшему выезду. Вот такой был план до того, как нас влетел Санта-Фе. За рулем крузера был Илья Казаков, филигранно, на мой взгляд, увернулся. Санта-Фе ехал достаточно быстро, очевидно, в левом ряду. И если вы посмотрите на видео с регистратора, перед тем, как в нас влетает Санта-Фе, слева пролетает машина. Так вот, я думаю, что, скорее всего, он пытался объехать ее справа. Вот эти объезды справа, обгоны справа, вообще это не очень можно делать. Я бы даже сказал, запрещено. Выпрыгнув, увидел, что впереди машины, начал ускоряться, и в какой-то момент понял, что мы едем недостаточно быстро. Он думал, что если бы мы ехали с обычной скоростью, он бы, скорее всего, объехал. А тут он понимает, что, собственно, мы едем медленно и начинает тормозить. На скользкой дороге, понятное дело, начинается юз, начинается машина кидания и все такое. Именно это увидел Казаков, когда начал выворачивать. И водитель стал, собственно, тормозить об брустер, почему машина в нас влетела боком вообще. Потому что он, понимая, что он уже не остановится, вывернул вправо и просто мордой, снес, кстати, пол морды, начал тормозить об снег, который располагался справа. И, соответственно, достаточно сильно погасил скорость. То есть он влетел нас не на полном ходу, то есть что-то он успел затормозить, там, юзом, боком и так далее. Но все равно прилетел. Вот такая вот история. На таких трассах бывает и бензин у людей заканчивается, я сам эти истории знаю, но, собственно, электрическая машина, которая вот в моменте просто такая, я все, я устала, я останавливаюсь, это максимально грустно. Непонятно, почему у них нет какого-то экстра запаса хода, как, собственно, бывает с бензиновым автомобилем, который говорит, все, бензин закончился. И даже когда она показывает ноль километров хода, если такая опция возможна, то ты еще километров 15-20 на BMW проезжал, можешь это себе позволить. Здесь же все, ноль, я встала. Вот это напрягает, и мы своей поездкой, на самом деле, еще раз доказали, что электрический автомобиль, это возможность ездить только на небольшие дистанции по городу, дом, работа, дом, в варианте, где у тебя есть зарядка дома или на работе. В любых других случаях, что бы вам не рассказывали, я как владелец Теслы и бывший владелец Зикра скажу, что это проблема. Но для города это идеальная тачка, потому что в Москве бесплатные парковки, зарядка дешевая, обслуживание простое, то есть от этих бенефитов я не отказываюсь. Это действительно охренительная тачка для вот езды, дом, работа. Но это не конец истории, я думаю, что мы обязательно вам еще что-нибудь поснимаем, расскажем, покажем, как минимум финал Зикра, что с ним станет, вы узнаете. Кстати, печально, грустно, но еще раз, железо мы починим, не первый, блин, надеюсь, но думаю, что не последний раз это происходит, ну потому что жизнь такая, вот, собственно, такие дела. Поэтому я не стал предъявлять никаких претензий, собственно, к Сергею, так зовут водителя, который у нас влетел. Ребята из Смоленского, строители, не знаю, как они так сильно торопились, но дело житейское, здоровые, живые и все остальное, как говорится, починим. Спасибо, что смотрели это видео, вот такой внезапный финал, а что было в Супербоксе, мы, походу, уже никогда не узнаем. Там должен был быть приз тому, кто приедет первым. Ну, возможно, мы как-нибудь на других машинах совершим подобный пробег, а там посмотрим. Пока.